что можно принести на 364 по моему гривны купить вернее и принести в кульках у нас в украине это магазин очень красивый очень аппетитный все так всего так много вот такой магазин деликат я вам сейчас покажу что я купила вот это вот смотрите это просто косточка или же да как она называется суповой набор речковой рыбы которая называется сом по моему не помню это сом я купила стейк стейк из сома 125 гривен за килограмм здесь тоже посмотрю сделаю типа рыбий суп и и может быть немножко скушу такой рыбки ну вы знаете чем отличается рыбий суп от ухи уха это когда на костре когда делает мужчина когда под водочку вот но у меня будет рыбий суп делать буду его я на газ плите последнее время покупаю вот такое стыгно короче не вот получается 127 гривен очень хорошо приспособилась его делать мультиварки ставлю на тушить на час где-то с небольшим перед этим просто специями его маринули ну на час на два не больше так лимон лимоны у нас вот сорок восемь гривен за килограмм относительно дешевые сейчас осень же но все равно лимоны нужны для организма они вы знаете ощелачивают кровь поэтому я всегда стараюсь чтобы лимоны у меня были просто можно было больше купить но мне тяжело было это нести саша муж любит такое печенье хотя я ему особенно много не предлагаю но такое не сладкое бублики простые при простые вот такие такой арахис у нас смотрите 49 50 гривен за килограмм и его жарю небольшими частями потому что и даже не жарю а чуть-чуть подсушиваю чуть-чуть для того чтобы сошла это на нем пленочка или шкурочка или как она называется там правильно назвать можно и в воде замочить наверное надо пробовать надо пробовать потому что жареная не очень полезная так хлеб бородинский который вот тут так я долго рассматривала все таки потому что бывает бородинский надо дрожжевой а бывает не дрожжевой здесь написано что сделан он на солоде на ржаном поэтому я пила 11 гривен по моему почти 12 гривен за такой маленький хлебчик но это печенье можно сказать для гостей положу потому что сейчас сашу все таки приходят люди проведают иногда надо пить кофе чай там на бывает что-то и другое и для себя любимой для себя любимой это единственное что я всегда люблю и никогда он она мне не надоест этот скажите фрукты жжда авокадо я очень люблю очень очень относительно даже дешевый нужно чтобы чуть-чуть полежал все вот это такие покупки а еще капуста но я уже варю борщ поэтому взяла эту капусту она уже меня там на втором столе ну а сегодня приезжали проведать сашу его родственники села я не фастаюсь просто хочу показать что люди которые работают в селе не имеют возможность все кушать в тело говорить в избытке в нужном количестве особенно смотрите овощи фрукты это только то покажу что они нам привезли это чеснок но он у меня и свой есть капуста это тоже чеснок перец морковка две баночки малины это домашние дыни домашние помидора это много лука морковки сейчас это пахнет натуральный 3 литра натурального меда то есть у людей есть пчелы смотрите это умереть что я буду с этим всем дело сидите какой перец наверно ведра 2 на раньше саша мне помогал с этим всем справиться теперь нужно самую что-то делать буду тоже что-то конечно заготавливать капуста смотрите баклажаны сестра очень много всего насаживает это помидоры ну и картошка не знаю уже они сами опустили у погреб хорошая большая картошка вот такой у меня неожиданно появился доход такой урожай которым я довольна что люди приехали довольно что приехали проведали нас проведали сашу вот и и порадовали нас своими угощениями так что если вам плохо живется в городе большие городах не хочу сказать других странах даже у нас в черкассах то есть у нас на украине нет можно ехать село работать конечно не так сильно как они можно чуть чуть меньше работать вот и все это выращивать я пока выращиваю денежные деревья потому что в этом году сейчас покажу и свой огород мой огород желает быть лучшим единственное сейчас уже покажу вам и я сейчас угощаю практически всех вот это наши персики очень вкусные но еще не все спелые только-только начинают спеть вы спрашиваете как себя саша чувствует я вам как говорят лучше раз увидеть чем сто раз услышать вот он постельки но скучать я ему не даю то то даю почистить то что-то перебрать то там персики очищала сейчас вот миша сосед дал нам такую вот такие цветочки сильно пахнут чернобыльцы бархатцы по моему называются на русском языке и вот он их делает подготавливают для того чтобы сушить всю жизнь идет своим чередом так что ручки работают еще заработают ножки побегут по дорожке и будет все отлично я люблю тебя жизнь что сам не знаю может и вы так делаете или кто-то уже делал но я я сама себе вроде бы как придумала перцы я почистила ну вынула внутренности и на паровой бане на любой под крышкой хорошо его пропарила ну и раньше раньше эти перцы вставляла так один в другой он же сильно и не вставлялся занимала очень много места а сейчас смотрите как я придумала и вот это вот выкладываю один шаг покажу вам и хорошенько вот так доской придавливаю горячим еще сейчас придавлю сюда еще раз другу другой шаг выложу до конца придавлю еще готовила другую и когда он остынет то в морозильной камере займет очень даже немного места и в принципе с ним ничего не случается когда он будет конечно заморожен его надо будет разморозить прежде чем делать начинку на начинять его но все равно это намного лучше чем в прошлом году мы закатывали два бутля не абсолютно не понравился потому что и запах там и уксус в общем совершенно другое это видите какой он податливый ну конечно после заморозки не знаю после разморозки не знаю какой он будет а сейчас вот такой тому еще горячим а сильно горячий еще горячий его вынимаю так подвигайтесь сюда можно так валетиком снимала место а сюда можно еще какой-то грузик поставить например там баночку с водичкой вот перцы на два этажа будет перец нужно начинить и любой начинкой зимой и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok